Аварийное жилье, безработица и долгострой. Главные проблемы поселка Бугрино озвучили жители поселения на встрече с Игорем Кошиным. Подключать прокуратуру со дна Сулы по-прежнему не достали грузовик, провалившийся под лед в апреле. С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичек. 78% муниципального жилья в Бугрино признано аварийным. Непригодный для проживания жил фонд – одна из главных проблем островного муниципалитета. Ремонтировать ветхие дома нецелесообразно, а переселить людей в новое жилье нет возможности. В поселке не строят дома для этих целей. Впрочем, на этом чаянии островитян не заканчиваются. Они говорили на встречу с главой региона во время визита Игоря Кошина в Бугрино. В июле это было. Мы прилетели, потом тут дети начали беситься, бегать, и он резко упал. Нам пришлось перейти туда, где стенка падает. Мы так и там и живём. Варвара Коскова показывает свой многострадальный дом. Полы, как детская горка, уходят вниз на 30 градусов. Несущая стена превратилась в волну, а щели – в 3 сантиметра толщиной. Сейчас дома ещё тепло, но зимой не спасают даже две печки. Мы пытались сами делать ремонт, но я как многодетная мама, у меня трое детей, у меня зарплата 20 тысяч, у меня нет даже денег, чтобы купить фанеру, которая стоит 2000 рублей, и даже утеплитель. У меня нет средств, чтобы сделать самой ремонт. Если, конечно, были бы деньги, я бы сделала ремонт за свой счёт, даже бы никого сюда не пригласила. Переселить семью из пяти человек, из которых трое дети, в безопасное жильё нет возможностей. В Бугрино для расселения ветхого и аварийного жилья маневренного фонда нет. Между тем, непригодным для проживания признано 78% муниципального жилья. 32 муниципальных дома признано аварийными по 47-му постановлению правительства. С 70-го и 80-го года постройки. Вроде как не старые, но просто что у нас территория очень заболоченная, и в связи с этим, получается, проблемы появились. Последние возведённые в посёлке многоквартирные дома распределили для нужд в социальной очереди. Новое жильё начнут возводить лишь в 2018-м. А пока губернатор предложил предоставлять жильё в других населённых пунктах, вплоть до Наринмара. Это направление поручено курировать Ольге Старостиной. Если есть желающие, то будем решать вопрос временно переселить маневренный фонд на Наринмаре. Жители, которые пожелают. В 2018 году планируется сдать 12 квартир на Капуеве. Это то, что первоначально мы сейчас решаем. И на месте сносимого аварийного жилья будет продолжаться строительство жилых дома дальше. Это будут 19-е, 20-е годы. Переехать временно в Наринмар некоторые жители Бугрино готовы. Тем более возможностей трудоустроиться намного больше. В 2014 году СПК Колгуев потерял практически всё поголовье численностью в 7 тысяч. Некогда процветающий оленеводческий кооператив расформировали. Без работы остались порядка 45 человек. Оставшиеся несколько сотен оленей сегодня под присмотром семейно-родовой общины Салды. По словам главы поселения, оленеводы намерены восстановить стадо. Желание возродить отрасль есть. Ведь для многих оленеводство – потомственное ремесло. Библиотекарь Инга Ордеева с ностальгией вспоминает тундровую жизнь своего детства. О том, как широко отмечался День оленя. Накануне 2 августа в сельской библиотеке открылась выставка. Под названием «Когда-то был праздник». Мы как-то вот приедем с тундры. Когда сидим в посёлке, вот видим, приехали оленеводы. И издалека вот было видно. Вон, посмотрите, приехали оленеводы, говорили. И огромные рога везде появлялись. Это даже как-то слёзы на глазах. Восстановить стадо – это и вопрос продовольственного обеспечения. Уже третий год жители едят привозное мясо. Правда, обходится такая оленина в немалую сумму – 616 рублей за килограмм. Как говорит председатель потреб общества Наталья Кордакова, теперь организации не компенсируют транспортные расходы. Соответственно, их закладывают в стоимость. Есть ещё одна проблема, о которой не первый год говорят в Бугрино – новая школа. Не хватает нам очень учительской. То есть у нас учителя отдыхают весь день с детьми. Десять минут они даже не могут просто подготовиться к следующему уроку нормально. Они могут выйти в столовую, посидеть минут пять. А ещё нет спортзала и достаточного количества классов. Дети учатся в две смены и ходят на физкультуру в Дом культуры. Судьба трёхэтажной школы-сада будет решена осенью, когда будут известны итоги изыскательных работ. Но уже понятно – строить гигантскую школу нецелесообразно. Сегодня учреждения посещают 46 детей. Поэтому новое здание будет деревянным и одноэтажным. Не исключено, что строить новую школу и дома будет кто-то из числа местных жителей. Я убеждён, что ребята из Бугрино, которые получают образование в Нинской школе-интернат, должны иметь сквозные контракты и должны после Нинской школы-интернат иметь возможность получить специальность, по которой потом не будет проблем с трудоустройством. Поэтому я дал поручение профильному заместителю Надежде Валентиновне отработать вопрос таким образом, чтобы всё это обучение было исключительно в платных группах, но чтобы каждый учащийся имел контракт, чтобы за него это обучение оплачивало непосредственно предприятие, где потом он будет работать. Сегодня, после окончания школы имени Антона Пырерки, практически вся молодёжь уезжает на остров, не получив образование. Отсюда и статистика. Из 77 безработных диплом о среднепрофессиональном образовании имеют только 14 человек. Система контрактного профобучения поможет выпускникам получать образование и сразу трудоустраиваться. Валентина Чебич, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». История о затонувших большегрузах на реке Сула до сих пор остаётся открытой. Ни собственник техники, ни подрядные организации недропользователя не спешат устранять последствия аварии. Об этом на еженедельном совещании при губернаторе Ниньского округа сообщил руководитель профильного ведомства Сергей Андреянов. Зам губернатора напомнил, большегрузная техника ушла под лёд 10 апреля. Собственниками автомобиля являются предприниматели, которые доставляли трубы и реагенты по заказу логистической компании «Дон». Она, в свою очередь, выполняла работу для акционерного общества «НПЦ Недра», обустраивающего северо-новоборскую параметрическую скважину по заказу «Росгеологии». Один из автомобилей и реагент были извлечены из воды. Сейчас «КамАЗ» находится на берегу. Что касается другого автомобиля, то он до сих пор находится на дне сулы на глубине 12 метров. Административное расследование по факту аварии вёл Росприроднадзор по Ниньскому автономному округу, рассказал Сергей Андреянов. По результатам проверки выявлено нарушение природоохранного законодательства со стороны собственников. Есть постановление при влечении к административной ответственности. Что касается извлечения автомобиля, то собственник пропал. «Росгеология» и «НТЦ Недра» ответственность за поднятие автомобиля возлагают на перевозчика. Вот он последний по предоставленной информации обязанности не исполняет. На попытке вытесним контакт не реагирует. По словам Сергея Андреянова, чтобы поднять больше груз со дна сулы, нужна специальная техника. Сделать это под силу только недропользователю. Поэтому профильное окружное ведомство будет добиваться решения проблемы от компании «Росгеология» – собственника параметрической скважины. Глава региона посоветовал руководителю департамента решать вопрос в рамках закона и активнее обращаться в прокуратуру Ниньского автономного округа. «Факт нарушения действующего законодательства есть. Направляйте обращение прокурору НАО, а он уже включит все необходимые рычаги», – сказал губернатор региона. Защитят от холода и украсят город. В Наринмаре объявлены торги на поставку 24 остановок. Они будут установлены на улицах города до конца ноября. Военно-тактические игры, интеллектуальные занятия, веревочный курс и жизнь в палатках. В Нинницком округе стартовал летний слет «Звезда». Центр стройзаказчик объявил аукцион на поставку и установку 24 павильонов для автобусных остановок Наринмара и поселка Искателей. Начальная цена контракта – чуть более 13 миллионов рублей. Срок окончания работ – 30 ноября. Согласно конкурсной документации, конструкция новых остановок будет напоминать ненецкий чум. В качестве материала будет использован железобетон. Защитят ли новые остановки от дождя и снега, узнала Ирина Нижалова. Ну что вот этот смех такой? Привезли на север такую диковинку. Ну как вы считаете, вот такие остановки защищают от ветра, от холода? Конечно нет. Конечно нет. А какими бы вы хотели видеть остановки? Из какого материала? Может быть, какой формы? Из крепкого. По состоянию остановок немного как бы плачевно, то что постоянно какие-то там, постоянно мусор, что-то сломано, а так все хорошо. Ну а как вы считаете, из какого материала нужно делать остановки, чтобы их никто не ломал? Наверное, железные надо делать. Есть такие остановочки, чтобы людям не присесть. Как бы обновить-то желательно, да, чтобы уютнее было. И чтобы они более плотные, закрывались, потому что как бы на крайнем севере живем. Состояние большинства автобусных остановок в Наринмаре и поселке Искатели сегодня оставляет желать лучшего. Из-за многочисленных повреждений конструкции не только не защищают от ветра и осадков, но и находиться в них бывает попросту неприятно. Некоторые павильоны, хоть и были установлены относительно недавно, но испытания на прочность не прошли. И дело даже не в суровом северном климате. Немалую роль здесь сыграл человеческий фактор. Например, эта остановка в районе морского порта выглядит как после бомбежки. Все автобусные павильоны, расположенные на территории города и поселка Искателей, выполнены в разном архитектурно-стилистическом исполнении. Деревянные, металлические – из поликарбоната. В скором времени большинство из них заменят на новые. Центр стройзаказчик проводит аукцион на поставку 24 павильонов для автобусных остановок, пять из которых увеличены в вместимости. Плита железобетонная, на нее будут устанавливаться уже торцевые стены и поликарбонат в пустоты, крыша – это поликарбонат. Внутри остановки будет скамья, урна и место организовано для маломобильных групп населения. Согласно конкурсной документации, павильоны должны быть изготовлены в едином стиле с использованием символики Ненецкого округа. Эскиз павильона опубликован в техническом задании к аукциону. Конструкция напоминает Ненецкий чум. О своем желании участвовать в аукционе уже заявила Кружной завод по изготовлению строительных конструкций. Пробный макет завод изготовил, чтобы понимать, может завод сделать данный павильон или нет. Потому что нарисовать это одно, а воплотить это в железобетон – это совсем другое. На изготовление ушло максимум два дня. Можно и за один, просто это мощности больше займет. А так два дня этот павильон я изготавливал. Чисто железобетон. И потом в течение одного дня я его собрал здесь. Сам с ребятами, со своими. Вызвал кран себе, заказал и собрал его здесь. Подрядчика, который займется производством автобусных павильонов, определяют в следующем месяце. Аукцион состоится 1 сентября. Тогда же определяют и фирму, которая будет выполнять работы по демонтажу старых автобусных остановок с последующей сборкой и установкой новых павильонов. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В Ненецкий округ поступила первая партия вакцины от гриппа. Регион получил 6400 доз сови гриппа для бесплатной иммунизации взрослого населения, что составляет 100% от централизованной поставки федеральной вакцины. В ближайшее время препарат доставят в медицинские учреждения округа, после чего начнут прививать людей. Всего для Ненецкого округа в этом году за счет федеральной казны планируется приобрести 12 тысяч доз вакцины от гриппа, в том числе 6400 для взрослых и 5600 для детей. Детская вакцина поступит в округ до конца августа. За счет государства прививки от гриппа получат граждане из группы риска. Это дети из шести месяцев, школьники, студенты, работники медицинских и учебных заведений, транспорта и ЖКХ, а также беременные женщины, лица старше 60 лет, призывники и пациенты с хроническими болезнями. Еще 5600 доз препарата оплатит региональный бюджет. Его поставка в субъект запланирована на сентябрь. Всего же в этом году планируется привить от гриппа 17,5 тысяч жителей Ненецкого округа или 40% от общей численности населения. Научиться оказывать первую помощь, преодолевать полосу препятствий и варить полевой суп. Сегодня в районе реки Куя стартовал туристический слет «Звезда». На протяжении недели 30 человек из числа активной молодежи будут учиться навыкам полевой жизни, проявлению лидерских качеств, оказанию первой медицинской помощи и другим полезным навыкам. Среди участников слета – юные жители Наринмара и шести населенных пунктов округа. О том, как прошел первый день в палаточном лагере, узнала наша съемочная группа. По звуку сирены участники слета спешат на построение. Организаторы проводят перекличку, проверяя, все ли на месте. После инструктажа команда расходится по своим участкам, чтобы продолжить установку палаток. Игнат Карипанов участвует в слете «Звезда» уже в третий раз. Признается, жизнь в палатках ему по душе. Особенно жду ночной подъем, ночную тревогу. Мне интересно, какая она в этом году будет. В прошлом году нам дали задачу найти пострадавшего и принести его сюда. Оказать первую медицинскую помощь и принести его сюда. Пока команда Игната готовит место для ночлега, юноша с удовольствием показывает нам баню. Как оказалось, и в походных условиях можно сказать друг другу с легким паром. А это у вас что? Вот тут мы переодеваемся, тут скамейка у нас будет еще стоять, будет скамеечка стоять, тут будем вещи складывать. То есть это такая раздевалка-предбанник, да? Да. Тут мы будем мыться, тут тоже будет вода, принесут воду потом, бочки такие, тазики дадут. Все, тут будем, ну как бы печку тоже топить будем, не знаю, мы не будем топить. А сколько человек здесь можно, то есть по одному или по двое? По двое ходили в том году. То есть в прошлом году тоже такая баня у вас была походная, да? Да. Ну как вообще, температуру держит палатка? Да. То есть можно жить здесь с комфортными условиями? Да. В отличие от Игната, в слете участвуют и новички, среди них Александра Соболева из села Ома. Нам предложили, вот Сергей Георгиевич, они в начале лета прилетали к нам в село. Вот, я сразу сюда захотела, потому что я немного знакома с этим, и, ну, мы там проходили только теорию, а я захотела практику попробовать. В этом году участниками слета стали 30 юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет. Организаторы уверяют, скучать ребятам не придется. Сегодня у нас такой вводный день, мы заехались, ребята устанавливают, полностью обустраивают лагерь. С завтрашнего дня наступит насыщенная программа, к нам ежедневно будут приезжать различные гости. К примеру, завтра нам приедет поисково-спасательная служба для ознакомления детей с поисково-спасательной работой. Сегодня можно назвать день таким пилотным, пробным. Дети уже пообедали. Сейчас полным ходом идет снаряжение детей, обустройство лагеря, натяжка тентов. Впереди ребят ждет масса интересных и увлекательных заданий. Спортивные и туристические соревнования, тренинги и игры. Завершится слет во вторник, 22 августа. Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости можно и на нашем сайте по адресу trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Субтитры создавал DimaTorzok